всем привет всем привет из серого унылого бреста да единственное солнышко на этом канале это я это я которая сеет радость жизни в массы у меня хорошие дела иду в банк вложить деньги чтобы заплатить на карту чтобы заплатить за автошколу третий взнос 100 долларов да и надо посмотреть еще кое-какие подарки кстати может мне посоветуйте что подарить беременной девушки утверждение потому что я понимаю беременность она ненадолго когда-то заканчивается меди подарить книгу вот для беременной мамы будущей что я сама развела 18 лет ну как вы спросите особо было не у кого и интернета не было и так мне повезло что у моей соседки была книга на эту тему не знаю ее дочь интересовалась то есть было по воспитанию детей когда эти от рождения до года очень такая полезная книга и я по сути по этой книге воспитывал свою дочь то есть там какой-то кормить какие зарядки вот делать развивашки для ребенка и все по возрасту на самом деле это очень не помогло потому что этот момент особо бабушек у меня не было помощи от бабушек по вот игре интернета не было поэтому у меня идея купить такую книгу может какой-то другая идей то буду вам признательно да еще такой был комментарий что такой какой-то неинтересный у меня тут сериал на канале происходит ну как вы извините мне я не суперстар не владею миллионными долларами чтобы показывать какой-то лакшери жизнь и опять же канал должны быть разные у кого-то лакшери жизнь кого-то такой обычный как у вас я вам ее показывать расследование это солнце это солнце серые не все богаты все живут не скажу что бедно что для меня бедность это знать когда вообще человек ничего есть нигде жить это вообще бедность средненько как сказал наш любимый президент на жить по средствам так что я живу посредством на свою зарплату продавца 1000 белорусских сожалению не не получилось у меня сделать евро ремонт за эти деньги за 300 долларов если услуги все в 1000 долларов стоят да поэтому потом нет у меня ремонта карте я с собой не парюсь и не переживаю потому что я знаю где я буду завтра где я буду завтра кто его знает сам бог знает видите я вообще не собиралась больше не жить в испании не возвращаться с вами но настроена поехать в отпуск да все же испания меня пускай моя любимая страна а я тем временем уже вышла на площадь ленина идет на елку какую-то сцену монтирует смотришь мы тут на елку монтирует цену почему-то все стороны обычно все стой стороны а может какая-то будет подсветка звезда прочему на площади ленина если что и улице это тоже ленин завод как я побежал на зеленый это не сцена к это подсветка будет пока не замудрили такая большая конструкция для маленькой площади вот здесь елка эти вот киоски крыши здесь я сейчас сама движу к расчет вот по вечерам когда даже зажгется елка плюс 3 пока мы идем эту сторону заодно еще зайду книжный магазин что пришла в книжный магазин тут смотрите огромный выбор таких книг сейчас буду листать что-нибудь выбирать я как-то немного разочарована даже не еще выбрать эти книги про беременность или про болезни или про игры а вот именно чтобы вот у меня была такая хорошая книжка такие значит толстенные такая тоненькая хорошая книжка и вот именно было по месяцам все же списано найду ли я такую книгу не знаю пока там не было смотрите какая красота оптика решила отметить свои витрины ну молодцы ведь как сексин со вкусом я обрести редко такое встречаю красоту календарь следующий год сейчас я зайду в редакцию чернеприс там дешевле чем эти смотрят чем книжек магазина там на 5 рублей дешевле календарь получать продажи здесь календарей магазине 12 рублей здесь по 9 точно такой же календарь красивый вот такой формат календарь календарь календаря 8 рублей и вот такой огромный за 10 рублей выбирайте так что кто присосмотрит знаете что вечернюю брести можно купить намного дешевле кто не знаете находится редакция вечерний брест на улице пушкинская на улице пушкинская второй этаж вечерний брест отдел рекламы так а я иду в банк вложить деньги немного светской кстати пол четвертого чего было сон ты и родома сидела сегодня дождь идет мира по городу бресту гулять называется но вчера не захотела на сегодня погулять и сама прикол в том что я походу 5 заболела вчера было вождение я на вождение все снимаю куртку саживаюсь кофте открывал окно там не было холодно то жарко я чуть подстыла мне уже герпес в носу и какой-то опять насморк такой трешняк этот холод не для меня этот климат сыростью и холодом точно не для меня пора ехать на Тонариф пора греть свои булочки вот еще красиво другая часть советской торговый центр Дидерсперси где находится магазин Оджи здесь я покупала одежки недавно так и здесь знаменитая кофейня корица кто любит кофе ну и конечно же золото бриллианты ну и вот получается календарь 9 рублей магазин 12 на 3 рубля почти на доллар дешевле в Испании я покупала в том году за 10 евро вообще календарь а мне обошелся два с половиной наверное вообще евро да этот календарь дешево сидеть называется так что повезу мужу подарок календарь у нас такая традиция каждый год я везу с Беларуси ему календарь любит там всякие эти заметки делать кому куда надо причем какие дела очень удобно тут да какие пометочки делать и сегодня у меня еще автошкола я усиленно вчера учила вечером ну как бы не до конца но буду пробовать буду пробовать сдавать здесь что-то сдам с какой-то попытки меж их 7 седьмой попытки точно сдам где смотришь на улице гоголя работать новогодняя ярмарка прям с каруселями прикольно что-то было но что до 10 вечера она будет работать еще на 10 непонятно мощность несколько предыдущим поснимаю здесь прикольные варежки варежки со снегирями с чебурашка взрослые детские прикольная темка вот здесь такая красивая мишура елочки такие маленькие мишура Юля мне обещала в том году елку поставить здесь тоже наверное огонечки и мишура он наверное побольше будет огонечков вот здесь красивая коллекция снегурочки дедов и морозов вот чего-чего у нас нет ни снегурочки ни деда мороза я в том году пыталась все с фаней купить снеговика мы в итоге только купили но остались без снега без деда мороза и снегурочки уже начинает темнеть уже все поинтересно лучше я наверное пойду в банк вернусь сюда поснимаю еще если мне будет время а еще здесь есть такая есть кафешка на улице прикольный и прикольный самовар огромный можно выпить глинтвейна с крутняшкой видите там прянички продаются всякие разные так а здесь палатках носками уже там были варежки с снегирами здесь носки со снегирями красиво здесь декорация у меня все крови у них вообще типа принято дарить такую тоже как букет делается новогодний вот этими надеюсь искусственное там настоящие косики рябина такие живые композиции дарят на рождество в основном на то ярмарке пройдет эти вот огонечки разноцветия тоже правильности вечером это привлекает уже внимание наверно четырех палатках были игрушки новогодних деда мороза с игрушками в 3 так в основном вот пару палаток селками и вот все вот эти конечно гирлянда продается и наша улица советская немноголюдно конечно погода не располагает к прогулкам а вообще когда лето тут толпы людей ходят причем поснимать фильме на магазин коммунарки то наши белорусские конфеты и спартак еще есть и внутри можно выпить какие-то горячие напитки и по-моему тоже шоколад горячий может тоже попробовать и конечно же любовь есть я не может не быть еще тут хорошее заведение и я люблю отдыхать проводить время со своими друзьями ну что забыл автошколу остался мне последний платеж до танкова 3 января уже будет 50 общую стоимость обучения сейчас скажу сколько общая сумма обучения 1200 белорусских 330 евро я посчитала сейчас немножко нас евро поднялся 330 евро я реально как-то заболеваю тот нос такой у меня там я мою только-только выздоровела какие-то тиберца хуэт или что стал я болеть яд и домой покушаю и в автошколу но еще еще пощелкаю сомневаюсь мне будет уже 4 10 а мне на 6 часов на автошколу сейчас пока бы транспорт и чуть на остановку еще хотелось бы два слова про счастливый конец про сериал со счастливым концом все ждут а я просто наслажаюсь процессом так и вы наслаждайтесь каждым днем своей жизни то не знаю что вы добились какой-то цели забрались на аверест и на этом закончилась ваша жизнь вам же спускаться чистого эвереста спускаться с эвереста и дальше жить свою жизнь так если выйдешь замуж счастлива или несчастлива на этом ваша жизнь ну никак не заканчивается ну никак за замужем дети какие-то тоже могут быть испытания жизненные поэтому поэтому я написала что у каждого она жизнь одна сейчас пойду эту машину буду рассказывать не везли наконец-то мусор были горы этих я так не знаю что там поносили короче листьев эти что я про процесс что жизнь она не заканчивается на каком-то важном событии вашей жизни и даже смерть это не принято это тоже переход какой-то другой мир я в любом случае верю в загробную жизнь ну то что душа бессмертная и сумирая тело куда-то мы уходим откуда же мы пришли кота мы уходим эту поэтому я на своем канале продвигаю рады жизни правда жизни вот даже таких условиях как у меня в серых я сама удивляюсь как не получается радоваться же дня вспомните советское время люди жили еще хуже в тысячу раз и радовались и были счастливы и вы какие-то свои праздники люди устраивали еще не понимаю кто придумал какой-то вот шаблон для счастья счастье это мимолетное состояние души вот я проснулась выспалась все я счастлива я вкусно поела я счастлива я поставила какое-то интересное время я счастлива я пообщалась с хорошим человеком я счастлива то есть счастье а ну мимолетное такое вот событие вашей жизни я уже дома под шапкой волосы быстро жирнят только снимала но она как бы не жирная но падает объем поэтому заплела хвостик буду кушать как я люблю есть то я каждый день прибываю состояние счастья кстати мне написали что ничего не радует если вас ничего не радует то значит у вас депрессия да я как бы не врач но обычно так меня тоже был такой период там 30 плюс меня ничего не радовало не работа не семья короче скорее всего не было депрессия которые я сама поборола но я бы вам советую обратиться к нашему специалисту психологу или психотерапевту в вашем городе или какой-то онлайн ну посмотреть потому что это ненормально ну а мне тарелка борща красного радует комментарии ваши радуют единственное что холод за окном не радует а так конечно добрые люди вот радуют с которыми я там знакомлюсь так что в жизни много чего может радовать котики собачки да смотрите красный борщец а на что еще буду есть достала майонез я голодная то будучи запрещенка мне моя это знакомая посоветовала есть скумбрию по вот по вечерам соленую или там копченую или там не запекайте вот именно чтобы были жиры она сказала не знаю почему не запекать типа соленая копченая полезнее с ее слов а я пока буду есть вот так хлеб с майонезом одной рукой неудобно точнее левой это сидела размазать и буду есть все вкусненько с борщом красным она десерта на десерт можно съесть к попкорн раздела целую сковородку пару бубочек точно съем сейчас и уже мало времени до выходить в эту школу 10 минут ничего не успею повторить сахар добавила сахар и масло прикольно короче я могу сегодня не сдавать это за счет я хочу попробовать его сдать вдруг у меня получится все об этом расскажу вот даже сейчас я уже позову в автошколу но становлюсь идет дождь такая мелкая моросячка смотрите как блестит трава как блестит трава как красиво как эти капли капли на дереве останавливайтесь своей жизни не бегите не спешите замечаете вот эту красоту вот эту красоту природы который для нас создал господь бог да красота как все остановилась теперь побежал автошколу ну что можно поздравить сдала два зачета один за счет по красному диску по которым я учила зала с первого раза и были легкие билеты мне попались и уже по второму диску аж только с третьей попытки снять то есть вообще не ели уже меня это это у меня 7 попыток помните 7 попыток еще одну еще одну еще одну ставки на спорт официально дайте еще одну как в казино еще делаем ставки короче с третьей попытки только сдала все у меня только остался третья тема по одному диску то есть такой один половинка хвостика скажем так и надо очень новую тему к 11 числу так что я уже почти не двоечница и надо повторять все эти темы что были но пока пока вот такая вам просто так вы видели дождь идет а дерево светится на дожде на дожду на дожде а дожде для них немогучих под дождем на дожде мира как скажет под стойку под все иду домой уже почти без 29 долго разбирали новую тему решали билеты тоже со светом нюанса где включать да мне кажется такая просто тема ближний дальний стук так как заморочек то есть вроде как бы можно не включать по правилам надо включать короче короче все просто надо заазубривать заучивать потому что не на весь который момент конечно я понимаю уже вот а есть такие вот вопросы которых надо тупо зазубрить по-другому не так потому что там такие на все закабрысты ответ все иду домой сейчас кое-что хочу рассказать и на ужин мне будет такой греческий йогурт не знаю правильно не правильно есть на ужин йогурта пишите в комментариях но пока ничего другого не придумала что рассказать что я загорелась загорелась да построение к тому году сказали нельзя говорить слово худеть построение к тому году ставлю пока цифру 5 килограмм 5 килограмм то есть ну вообще мне в идеале скинуть ну вот прям 15 но это такие знаете девичьи времена ну вообще даже если я буду весь 60 минус 10 килограмм я уже буду блистим короче пока скидываю пятерку да к новому году такой у меня челленки я загорелась платьем этим еще раз вам его покажу вот эту качельку я говорю юля ты мне пошьешь на бальное платье сама пошли такую-то точно сможет пошить а у меня живот торчит ладно там попа живот куда на такое платье в облипку поэтому срочно надо стройнить вот я хочу скинуть 5 килограмм поэтому надо надо прописать меню я вот думаю да прописать меню чтобы знаете не думать что сегодня буду я есть и что я буду и завтра хотя бы вот на ближайшие три дня прописать себе меню или на ту же неделю сесть и прописать и закупить продукты правильно правильно кого такая же идея построить к тому году присоединяйтесь к моему челленджи ну и второе конечно же я вам хотел сказать огромное спасибо за то что вы есть у меня на самом деле вы много даете мне ценных советов и спасибо что вы мне помогаете жить мою новую жизнь так сказать версию моей новой жизни потому что до 40 лет я все тянула на себе об этом я говорю своих видео что отрезайте яйца что сбрасывайте тот баланс то есть если дети выросли все хватит там 20 лет отучились вперед во взрослой жизни надо с ними нянькаться принципе меня аудитория такая как я то есть если у вас уже взрослые дети пожалуйста пусть живут свою жизнь не лезьте в их жизнь нам единственно еще немножко уменьшает квартирный вопрос но смотря анализируя жизнь своих соседей которые живут сыновьями мне кажется уже на дочке еще как-то но сыновья уже если 30 лет и живет с мамой я считаю что ненормально нет сын любом случае должен где-то что-то снимать например мой испанский муж уже 20 лет там съехал у него уже было свое жилье до съемное понимаете то есть мальчику любом случае для кого-то девочку привести а не вот эта мама мама приготовь мне покушать ну короче это другая тема для разговора главное что я хочу построенеть заняться собой и завтра еду парикмашеку да буду нам одеть красоту на голове всех люблю всех целую ставим лайк подписка комментарии для тех кто еще не подписан конечно же супер спасибо порадовать любимого блогера всех люблю всех целую радуемся жизнь мне сегодня написали что я была и в швейцарии в италии человеку ничего не радует я думаю вас радуют все эти места просто нет наверное такой возможности вот сейчас вот сесть и полететь а если лететь то там через какие-то третьи страны это стоит денег вот так вы снова вернете свою швейцарию италию она вас будет радовать не знаю мне кажется я в спальне готова каждый день ездить даже жить там мне нам не надоедает все всех люблю всех целую всем все хорошего до завтра пока 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 муах